Доброе утро, дорогие друзья! Главному редактору, как обычно, не спится, не лежится. Хочется поделиться своими, конечно же, гениальными мыслями. Ну, иначе быть не может. Сегодня по поводу сексуальности и сексуальной свободы. Милая девушка Леонора внесла в жизнь, размеренную нашего сайта, некоторый такой сумбур, за что я ей бесконечно благодарен. И, в частности, возник разовор насчет сексуальности. Псионик тоже еще один товарищ, такой, ну, яркий, как бы так сказать. Вот, мне кажется, у него есть какие-то родственные связи с батькой Махно, потому что у него такие взгляды всегда такие крайние. И, в частности, он написал на форуме такую фразу. Ну, тут в форуме, в теме по Леоноре, да, которую она открыла о том, что давать или не давать новому мужчине. Вот он тут написал. И, кстати, дети 17-18 лет сейчас как раз трахаются и наслаждаются жизнью, а взрослые заморачиваются мыслями и теориями, как сделать похитрее. Ну, Псионик, дорогой, я, во-первых, хочу сказать, что это не так, то, что ты написал, это не соответствует действительности. Дети меньше заморочены, чем взрослые, но они тоже заморочены, тоже заморачиваются. Просто те дети, с которыми ты встречаешься, да, и тот формат отношений, который у вас происходит, он, да, он предполагает именно вот это, то есть, ну, давай, скажем, прямо, да, ты снимаешь, что вот на сайте знакомств, молодых, и вы устраиваете с ними секс. И это прекрасно на самом деле. Вот только не нужно распространять свой личный опыт, да все, как говорится, прогрессивное человечество. Поверь, загонов у всех хватает, и у молодых тоже. Но молодые проще, да, они проще как-то на это смотрят, почему? Потому что у них меньше загонов, чем у взрослых. У взрослых загонов больше. То есть, человек в 17 лет, он еще не пережил столько там измен, ошибок и так далее, и тому подобное. Вообще, весь этот пережитый, ну, опыт, он должен быть опытом, да? То есть, именно для этого мы его и копим в жизни. То есть, в 17 лет ты там, как говорится, умный, но не опытный, а в 30 или в 40 лет ты уже умный и опытный. Ну, так должно быть. Но, как правило, происходит не так. Как правило, происходит, что опыт становится не опытом, чем-то тем, что у человека отнимает мотивацию жить, строить отношения и так далее. То есть, вместо того, чтобы стать умнее, например, мужчина или женщина, они говорят все, там лет в 35, например, да? Все там бабы-бляди, все мужики-козлы, столько вот было всякого у меня в жизни, ничего хорошего, да пошло на все нахер. Это неправильные выводы. Почему? Потому что очень часто нехорошее случается не по вине других людей. И достаточно просто повести себя правильно, и будет что-то хорошее. Это раз. Два. Если, ну, скажем так, заморачиваться, да, вот раз у меня в прошлом выпала решка, там, пять раз подряд, значит, в будущем еще пять раз выпадет решка. Тоже неправильно. Да, может быть, то, чего вы ищете, оно вам встретится в будущем, и на самом деле за каждым поворотом это может произойти. Я в жизни с этим уже много раз сталкивался. То есть, ты живешь и думаешь, ну, все, каранты, да? Я сейчас не по собственному опыту говорю, я говорю по опыту консультации. Ну, и собственной, и в том числе. Но не только собственной. Я был бы субъективным, если бы только собственной. Просто у меня вот ребята, они такие, все, Петя, все, я никогда больше не полюблю, никогда никого не встречу. Проходит там, как полгода, да, этот человек приходит ко мне, Петя, я ее встретил, она там такая. Или девушка такая. Петя, это такой мужчина, это такой мужчина. Вот. Но так как, да, но для того, чтобы ошибки прошлого были опытом, они превратились в какие-то комплексы, зажатости, обиды накопленные. Вот это вот все, вот это вот груз, я не знаю, мешок с камнями, который человек несет, да? То есть, он должен нести, не знаю, мешок с золотыми монетами, да? А у него мешок с камнями. Вот, чтобы не превратилось, надо обладать некоторым жизненным оптимизмом. А еще, знаете, учиться на своих ошибках. Потому что вот этот весь пессимизм, он происходит от того, что люди не учатся. То есть, взял один раз, наступил на грабли, второй раз на те же, на пятый, десятый, туда же. Ты, блин, иногда на некоторых женщин смотришь и думаешь, или на мужчин, ты вообще нормальный, ну, что ты лезешь? Ну, ты уже там был, блин. Ну, я имею в виду не к тому же человеку, а то же самое делай. Ты же вообще, дружище, ты сделай выводы хоть какие-то, сядь под дубой, проанализируй. Что ты туда же, те же самые грабли? У меня не буду сейчас называть имен, ну, это конфиденциальная информация, так как люди на консультации. Ну, я обезличенно сейчас скажу, вот парень, да, пришел ко мне, познакомился там с тёлкой, жили вместе год, и потом она его бросила. Ну, там девчонка, мягко говоря, просто, ну, ноль, просто ни о чём. Ну, я имею в виду не внешне, а как человек. То есть, это обычная стерва, неверная, там вообще ничего не хорошего нет. Там, может, только внешность, и то не очень. Следующее, то же самое. Выбирает себе, я ему говорю, ну, ты посмотри, это, ну, это же чудо-юдо, рыбаки. Хорошо, следующее, то же самое. И вот, я, бывают тут люди, мы с ним поговорили, и они реально преобразились, то есть, растут. А с этим парнем мы столько разговаривали, и я, поверьте, я из кожи вон выпрыгнул, чтобы его, ну, передать ему опыт. Я такие сравнения приводил, такие метафоры, там, такие эти, и так, и сяк. И вот, он аж, мы всё это под запись делали. Нет. Видимо, какой-то, ну, не прошёл ещё. Рубикон, да, после которого происходит, количество перейдёт в качество. Ну, ничего, мы будем заниматься, мы будем делать. Так вот, иногда, вот такой вот опыт становится не опытом, а комплексами. А когда опыт становится комплексами, появляется желание взять всё и запретить, поставить запрет на секс. Да? И начинается битва глупости с ограниченностью. То есть, с одной стороны, 17-18-летние такие, знаете, ай, трава не расти, да? А с другой стороны, мы какие-то вот зажатые такие взрослые, которые считают, что сексом надо заниматься ночью под одеялом, и желательно с самим собой. А всё остальное – это разврат. В прошлом, как бы, ну, церковь, она активно поддерживала запреты. Почему? Запрещать проще. Проще запретить человеку ничего не делать, чем рассказать ему, как это делать надо по-настоящему. Запретами проще контролировать, там, группу людей, общество и т.д. Но проблема в том, что так жить неинтересно, неприятно. Вот. Если вы хотите жить, ну, как бы, интересно и приятно, но при этом, чтобы у вас мешок не наполнялся камнями, да, чтобы не было послевкусия потом противного, вы учитесь жить. И в том числе, учитесь заниматься сексом. Учитесь понимать, что плохо, а что хорошо в сексе, например. Что плохо, а что хорошо в сексе. Можно провести, ну, это сложная тема, иначе её бы уже тысячи лет назад разрешили. Ну, видите, вот тысячи лет прошли, и до сих пор никто не понимает. Ну, я попробую. Знаете, с утра ещё кофе не попил, но я попробую решить тысячелетнюю проблему человечества. Смотрите, что я предложу. Я предложу так. Зло, да, то есть ты поступаешь плохо, если ты приносишь кому-то зло. Что такое зло? Зло это когда кому-то в результате твоих действий плохо. Понимаете? Вот так. Вот-вот и всё. То есть если в результате ваших сексуальных действий вы приносите зло, то есть делаете кому-то плохо, значит это неправильный секс. Если вы никому зла не приносите, значит это правильный секс. Хоть вы даже на голове втроём стоите при этом. Понимаете? Ну, главное не упасть при этом. Ишевность. То есть, если вот вы девушка или он парень, или вы парень, она девушка. Вот вы встретили, понравились друг другу. Вы дотронулись до её груди. Она возбудилась. Вы её поцеловали, валы и губы. Обняли, так сказать, спустили руки туда, пониже спины. А там тоже что-то очень мягкое и приятное. А она вас обнимает. Вот это класс, это нормально, хорошо. Вы никому не мешаете, вам никто не мешает. И если вдруг девушка такая, нет, подожди, стоп. Ты такой, что такое? Где? Кого? Что? Оспугана по сторонам. Вроде всё нормально. Она, подожди. Я на первом свидании не даю, там не целуюсь. Ты такой, подожди. Блядь, ну, как у тебя уже там стоит. Ты чувствуешь, она возбудилась. То есть, понимаете, одно дело, когда ты берёшь девушку, трогаешь, но ты ей не понравился. И она тебе, слушай, отъедись, отойди от меня. Да, вот тут, да, тут понятно. Но она возбудилась, ты возбуждён. Вам ничего не мешает заняться сексом. Презервативы есть. Почему не заняться? У тебя нету никого, у неё нету никого. Вы никому не изменяете, вы никому не мешаете. Почему бы не заняться? И тут у неё в голове всплывает, вы этого просто не видите, но у неё всплывает там что-то. На первом свидании нельзя. Ты сейчас дашь, он будет считать, что ты дешёвка, ты шлюха. Это там какая-нибудь подруга её бывшая, или мама, или бабушка, или какая-нибудь овца там, она зашла на форум, она же думает, что раз форум, значит, это тут одни гений не пишут. А там такая же там какая-нибудь, не знаю, Манька Писюринчиха, блин, из села Задротово, написала что-то. Левой ногой, блин, в состоянии, не знаю, абсцентного синдрома. А это читает, это же написано в интернете. Это же... А Маня там между это, блюя в тазик, между этими рвотными позывами взяла и извлекла из себя очередную мудрость, что на первом свидании нельзя. А это там... Или мама там, да, то есть маме... Что? Мама почему запрещает? Ей просто нахер не нужны эти проблемы. Вдруг там дочка женится, родит там внепланово, да, там, или ещё что-то. Или женится на какого-нибудь... Выйдет замуж на кого-нибудь за козла. Там у мамы тоже свои там страхи, потому что мама тоже тупая курица. Или папа тоже тупой, не знаю, кур. Тоже там за дочку переживает. Но все эти люди, они на самом деле не заинтересованы ни в чём хорошем. И они дочери наговорили кучу мусора, и она сексуально зажата. Например, она считает, что вот минет это грязь. Брать письку мужчины в рот плохо. Ну, если ты мужчина, конечно, плохо. Зачем это делать? А если ты женщина, почему вы нет? Это разврат. Знаете, вот очень хороший такой маркер, да, вот что разврат, а что не разврат, это спросить девушку, задать ей вот логический вопрос. А почему? И вот если она может объяснить, почему это плохо, то есть логично, чётко, грамотно, вот, значит, это её убеждение. А если она этого объяснить не может, значит, это не убеждение. Это комплекс, комплекс, чётко говорю. Вот у меня было такое на свидание. Обнимаю девчонку такую. И вот вижу, хочет, ну хочет, всё нормально. И вот там пошла реакция физиологическая. Щёчки красненькие, губки алые, сисечки стоят, извини меня, как гвардейцы на посту возле этого дворца. И вот такая, да, как я, обнимаю. Она такая, нет, это неправильно. Вот взять бы и уебать, честно говоря, в этот момент. И начинает меня отталкивать. Но я ж не буду насиловать. Насиловать нехорошо. Я ж не насильник. Не, ну одно дело там, в сексе, там, по жопе, как дать, чтобы брызги полетели по стенам. Понимаете? А другое дело насиловать. Вот я ж не насильник. Она такая, отталкивает. Честно говоря, и у самого желание пропадает этот момент. Вот она отталкивает, такая, сама хочет, но отталкивает. Я говорю, ну, значит, и у нас начинается этот диспут такой, на нравственную тему. То есть, такие, не знаю, там, Софокл и Сократ начинают. Она такая, это неправильно. Я говорю, что неправильно? Она, то же мы сейчас происходим. Я говорю, почему? И вот она сидит, вылупилась на меня, как, извини меня, как камбала, на которую кит сверху лёг, и анально её имеет. И вылупилась, смотрит, и не может ничего объяснить. Неправильно. Повторяет, как попугай. Неправильно. Неправильно, как заевшая пластинка. Я говорю, почему? Она такая, и она сама не знает, почему. Почему? Потому что у неё в голове зажим. Нельзя на первом свидании. Посчитает дешёвкой. Вот. И всё такое. Вот это вот чушь. Вот сексуальное воспитание должно, ну, ограничения, которые вы сами себе ставите, и другим, кстати, которые ставите ограничения, должны оставаться не на каком-то абстрактном. Это неправильно, это нехорошо, я так думаю. Это нехорошо, потому что это нехорошо. Вот это всё в мусорку нахер. Вы должны чётко и грамотно объяснить, что нехорошо и почему нехорошо. А если вы не можете этого объяснить, развегайте ноги и получайте удовольствие. Вот так. Потому что, если вы этого не сделаете, у вас будет невроз. А невроз это плохая штука. Шея потом гнуться не будет, знаете. Вот. Или согнётся не в ту сторону. Вы будете ходить. У меня есть такая знакомая. Ходит такая вечно осанка, как будто её, не знаю, как будто и на одно плечо гирю под дубу положили. Невроз. По-моему, не трахается. Ещё, кстати, смотрите. Вот плохо. Что плохо? Если вы в результате ваших действий кому-то плохо, у кого-то там депрессия, горе, неприятные ощущения, значит, вы творите зло. Если в результате ваших сексуальных действий вы такое делаете, значит, вот ваши действия неправильные. Надо остановиться, не делать их. Но! Но! Давайте посмотрим какой-нибудь конкретный случай. Допустим, вы с девушкой целуетесь на улице, и это видит какая-нибудь там, ну, баба, у которой уже там секса не было, не знаю, лет пять. И вот она идёт такая, смотрит, а вы счастливы, целуетесь, а ей обидно. И она такая, сволочи, прямо на улице целуются. Ей неприятно, ей плохо. Творите ли вы зло в этот момент, когда вы целуетесь, и она вас видит? Вы делаете зло? Ведь ей же неприятно. Нет, вы не делаете зло. А знаете почему? Потому что ей неприятно не в результате ваших действий, а в результате её собственной глупости. Это её личные проблемы. Поэтому, если в результате ваших сексуальных действий кому-то плохо, вы творите зло. Но если кому-то плохо, когда вот что-то вы делаете, да, ему плохо, это ещё не значит, что это результат ваших действий. Возможно, это результат его собственных неправильных взглядов. И поэтому, когда кто-то говорит, что там надо, вы занялись, допустим, ЖМЖ, две девушки, да, и вы занимаетесь сексом, а кто-то такой, это разврат, там, и испытывает, конечно, негатив. Это не значит, что вы чьи-то плохо делаете. Это значит, что этому человеку надо, во-первых, объяснить, почему это плохо. То есть, рационально. Не так, что это плохо, потому что это плохо. Это плохо, потому что у меня этого ни разу в жизни не было, и мне обидно, и завидно, когда он объяснит четко и грамотно, то есть, честно, да, вот вдруг выяснится, что это неплохо. Это плохо, что у него этого ни разу не было. Но в этом случае ему надо не завидовать, а прийти к Пете и сказать, Петр, научи, а я ему скажу, блин, давай, чего, вместо того, чтобы завидовать другим, давай, блядь, устроим у тебя. Давай сделаем. И девочкам то же самое. И дальше, поэтому, да, вот Леонора пишет, то, что дети сейчас воспринимают секс как повод для знакомства, тоже не есть хорошо, деградация населения идет, ценности теряются. Леонора, без обид, но я вот лично приеду к тебе, положу на левое колено, спущу трусики, ну, и отшлепаю по розовой попке вот за такие высказывания. почему? Потому что ты тут городишь чушь. Понимаешь, вот ты та самая телка, которая смотрит на людей, которые целуются, и начинаешь. Вот это вот, сплошные штампы. То есть, то, что сказал псионик выше, это чушь. Но ты тоже отвечаешь ему чушью. Дети сейчас воспринимают секс для знакомств. Во-первых, какие дети? О каких детях ты говоришь? 17-18 лет, это не дети. Это уже, ну, половозрелые, блядь, особи. Понимаешь, дети, там, я не знаю, 10 лет, это дети. Чего ты городишь дети? Дальше. Деградация населения идет. Какая деградация? Как псионик деградирует, если бабу трахнет? Или она с ним потрахается? Как она деградирует? Каким образом? У нее что? Ну, там, волосы до ладонях вырастут. Дальше. Ценности теряют? Какие ценности, блин? Сколько они стоят? Насколько они цены? Что за ценность потерялась в результате того, что они потрахались? Объясни мне. Просто, ну, нет, ну, я понимаю, ты найдешь, что сказать, но это все будет такая же чушь, как и то, что ты выше написал. То есть, громкие слова ничем не подтвержденные. Такие лозунги такие, пропаганда такая, знаешь, да Коля, за что боролись? Вот что-то такое будет, понимаешь? Вот, там не будет логики, что это плохо, потому что... Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Понимаете? Вот я, например, могу объяснить, почему плохо гомосексуализм. Гомосексуализм, друзья мои, он секс, который не имеет цели. То есть, мужчина и женщина занимаются сексом, в результате появляются дети. У гомосексуализма это секс, в результате которого детей не появляется. Вот. И, ну, этот секс ничему не ведет. Это пустопорожный секс. Это вот как, если бы, не знаю, мозг получал удовольствие от алкоголя, а не от хорошо сделанного дела. Правда, вы можете сказать, аминиет, он же тоже не ведет, ну, где-то рождение. Ну, что, секс только ради детей, а вот псионик там с кем-то позанимался, у них же тоже детей не родилось. Это что, тоже неправильный секс? Понимаете? Я так скажу, тот секс ради удовольствия. Вы скажете, долгомосексуализм разве не ради удовольствия? Тоже ради удовольствия. Но, это мужчина с мужчиной. У них вообще не может быть детей. Даже потенциально. Понимаете? Вот. То есть, по сути, миньет и там, то, чем занимается псионик, это, скажем так, правильный секс, который ведет к деторождению. Просто это попытка его разнообразить, сделать приятнее, интереснее, разнообразнее. А гомосексуализм, это совершенно пустопорожный секс. Ну, с другой стороны, я считаю так, если вот два, ну, гомосека, допустим, им занимаются, пусть, их это личное дело. Я, ну, если вот я увижу, что они там, два мужика целуются на улице, вот серьезно скажу, я вообще, ну, не буду испытывать никакого негатива. Ну, целуются, целуются. Может, они так вот выражают дружбу, что, как Леонид Ильич с Эриком Хонакером на берлинской стене, не помню, как его там нарисовал, Бэнкси, по-моему. Вот. Ну, то есть, может, это был какой-то наш русский, эмигрировал там, голубой танцор, забыл, как его, вот он любил подойти и подсылать кого-нибудь прямо в губы. Вот. И никто не, ребята, если начинали сопротивляться, что это такое? А он такой, это русский обучий. Молодец. Такой, да, научил их русскому обучиванию. Но это, гомоциализм, это потенциально вообще бестолковый пустой секс, да, точно так же, как, не знаю, там, зоофилия, кстати, еще неизвестный, животное получает удовольствие, не получает. Ну, в общем, да, это вот такие виды секса, которые действительно, они бессмысленны. Но я даже не против, пусть занимаются этим. Я против пропаганды. То есть, когда эти ребята выходят на улицу и говорят, давайте, все занимайтесь этим. Зачем? Блядь, вам интересно, ну и занимайтесь. Нет, я понимаю, вы хотите выжить, вы хотите, там, распространить себя побольше. Это ваш личный проблем. Да, если в результате ваш, того, чтобы вам выжить, мы должны умереть, тогда нет, тогда извините, тогда сидите дома и не высовывайтесь к нормальным людям. Ну, они, конечно, меня не послушают. но я четко могу показать, что это плохо. А вот это нормально. Понимаете? Поэтому, Элеонора, ты, пожалуйста, вот, ну, я понимаю, твой порыв, да? И псионик, кстати говоря, тоже. Вот, псионик, что ты не понимаешь в сексе, что ты, Элеонора, тоже не понимаете в сексе. И вот, когда два таких вот сходятся, да, начинается битва льва и единорога, как бы там, Льюис и Кэррол. А в результате ничего, ничего толкового. Искры сыпятся, как говорится, и все. И то такие искры. Так. Итак, насчет сексуальной свободы и распущенности. Я в девятой части там попробовал это, чуть-чуть так, немножко объяснить. Сегодня я постараюсь ее еще дополнить, кстати, девятую часть. Я тут написал большой кусок про амигдалу. Стас с Верой там будут разговаривать об этом. Амигдалу это орган, где рождаются сексуальные желания в мозге. Но, если подытожить, то дело такое. В сексе есть извращение, в сексе есть неправильные действия, в сексе есть что-то такое, что реально надо запретить или достойно запрета. Но очень много запретов сексуальных, они продиктованы не каким-то здравым смыслом, а просто кому-то обидно. Вот кто-то увидел, люди целуются, а у него этого не было. Он начинает там, целоваться на улице нельзя, это разврат. или у кого-то маленький хуй, или у какой-то женщины не может расслабиться в постели, потому что в детстве ее родители замордовали запретами. И вот она теперь тоже всех этими запретами кормит. Очень хороший показатель отделить человека, который понимает, что говорит, от того, кто не понимает запреты. Вам сделали какое-то замечание, запрет, а вы спросите, почему? Не ради того, чтобы довести человека до белого коленя, а просто понять, он вообще говорит, дело или не дело. А то бывает ради того, чтобы вывести человека. Нет, просто спросите, почему? И вот если человек может объяснить, почему он ставит запрет, тогда там уже надо смотреть. А если он как попугай кукует вот это, то есть нельзя, нельзя, нельзя. Почему? Нельзя, потому что нельзя. А потому что это плохо, вот как Элеонора. Потому что это деградация, потому что ценности теряются. Вот если она не может вот так вот, то есть только одни пропагандистские лозунги идут, значит смело обнимите этого человека и скажите, слушай, ты бы поебался, и все пройдет сразу, полегчает. Возьми. Ты девушка, да? Возьми. Пососи, боже, леденец. Классно, прикольно, вот уверяю тебя. Ты парень, блин, ну найди себе девчонку, да? Возьми в нее стручком, как говорится, потыкай. Будет классно. Че ты, че ты это такой вялый. Не будь занудой. Не будьте занудами. Не ставьте запреты, которые, ну, не нужны. Понимаете? Но и разврат действительно есть. Распущенность есть. То есть, когда люди занимаются сексом, просто поможешься, балбесы, понимаете? Они не думают, что дальше будет. Это тоже нехорошо. Ну, это, как сказать, это нехорошо, в первую очередь, для них самих. Потому что они, как говорится, накидывались друг на друга, через пять минут подрались. Тоже здесь еще хорошо. Или там, родили ребенка, а вместе строить отношения не умеют, расстались. если ребенок будет страдать. Что там? Вот это, да, это плохо. Лучше бы уже тогда, не знаю, в резинке занимались. Надели бы два костюма химзащиты и занимались. Ну, боже, наговорил я что-то много. Ну, в общем, вот такие соображения по сексу. А дальше я сейчас сделаю свой тренинмацион, я только встал и, как говорится, выпью чашку кофе, приму ванну, вот, сделаю зарядку, ну, и посмотрю что-то на форуме и начнется, как говорится, прекрасная жизнь. Вот. Элеонора, ну, спасибо тебе за такую дискуссию. Видишь, ты как меня заставила сколько говорить долго. Вот, полчаса уже. Всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok